Ну что, ребят, приветствую вас. Хотел поехать заснять у нас еще один объект. Потом думал, блин, я так давно не показывал в Сочи, я так давно не гулял, я так давно ничего такого вау не делал. Поэтому решил прогуляться по улице Молодинская, меня убрать больше всего. Здесь я обычно бегаю, пока бегать не в состоянии после операции. Ну, давайте все-таки покажу, да? Раз, два, три. Снимаю на камеру GoPro Hero 10, соответственно, зима, за бортом плюс 13 градусов, солнышко немножко спряталось у нас, но все равно, в принципе, все довольно некомфортно. Пальма, место, конечно, просто одно из самых лучших мест. Сейчас проходим с вами администрацию города Сочи. Ну и, конечно, пешеходная зона, там действительно не появится ни один таксист, не появится ни один водитель автобуса, которым по барабану привязывали от холода спасали те самые саженцы. Ну и давайте пройдемся. В каком городе России зимой можно увидеть вот эту композицию? Да, ребят. В каком городе России? Раз, два, три. Все две здравиосценим, а все таланты на улице. Молодец, парень. Ребят, это зима. 26 декабря. Конечно, кто чувствовал, что Новый год уже прям близко, такого нет, но то, что находимся на отдыхе, ощущение такое есть. Ну и вот мы главная, главная новогодняя елка города Сочи. Это площадь Флага у нас, соответственно, я думаю, что на Новый год обязательно всегда доеду. Конечно, елки не такие, как в Сибири, но все равно снега нет, но выдержитесь. А вот тут, наверное, интересно ходить на машину. Потому что у них все светится, и все красиво. Ну и вот, все в зелени. Не знаю, вот если бы 31 числа выпал бы снег, я считаю, что это было бы классно. Потому что ни разу еще 31 числа за этот 6 год, который я встречаю в городе Сочи, ни разу не было снега, ни разу, а хочется. Строма красивые цепочки, капустные. Здесь, наверное, детина ищет, да, и готовят. Красота. Самое интересное, что каждый второй по статистике, те люди, которые ищут в себе недвижимость в городе Сочи, попадает вот на этот дом, где можно купить квартиру за 5 миллионов рублей. На самом деле, это здание полиции просто отмечает локацию, и все. И даже ума не хватает посмотреть, что это за здание. Хотя тут расписано, там, 75 метров, сам лично видел такие объявления, за 5 миллионов рублей, в пешей доступности до моря и так далее. Ну и, конечно же, потому что вот этот жилой комплекс, где у нас название Красная площадь, уже слишком далеко для многих, да, многие хотят купить, а вот он. А это у нас на самом деле здание полиции. Вот и вот так. Поэтому, ребята, когда смотрите объявления на Авито, ну, немножко загубите, что это за здание. А, где реально купить квартиру или не реально? Ну и, конечно же, жилой. Знаете, побываю в многих местах и понимаю, что самые красивые и самые дорогие яхты находятся именно в Сочи. Как так, не знаю. В общем, везде яхты есть, но вот именно такие красивые у нас только в Сочи. Поэтому, если вы вдруг приезжаете, то сходите на морскую прогулку. Даже в плохую погоду просто супер. Кстати, есть прикол. Вот на такой яхте, точнее, яхта, она прошла в кругосветку. Представляете себе? Ну, серьезно. Может, конечно, врут. Даже слабо верится, что на такой яхте можно в кругосветку. Но действительно, в кругосветку на такой лодке спокойно можно под парусом добраться. Круто? Я тоже думаю, что... Ну и, конечно, памятник архитектуры. Это морской вокзал. Приятно, что его не испоганили. Да, он смотрится современно, красиво, но выдержан, выдержан в первозданном виде. Действительно круто, ребят. Обалденно. Согласны же со мной? Обалдеть, как все сделано. Ну и вот они, магазинчики. Супер дорогие. Луис и так далее. Надо зайти. Вот они, кстати, ездят в Сочи. Про что я вам и говорил. У них разные яхты. Ну и, конечно, вот закат. Красота. Красота. Еще раз красота. Ну, что хочешь сказать? В Луи Витоне народу целая куча. При всем том, что кто-то из блогеров писал, вот там магазины, там народу нет. Нет, ребят. Народ здесь есть. В Луи Витоне всегда народ себя покупает. Наверное, потому что в Сочи живут самые... Самые, наверное, необеспеченные люди. Там народу сейчас просто жесть сколько было. Ну, а мы с вами идем дальше. Наконец-то сделали нормальную парковку. Даже написали, куда велосипед ставить, куда самокат ставить, а куда ставить коляску. Ну, реально круто. Ну что, идем с вами дальше. Вот с этой стороны вот так вот выглядит у нас морской вокзал. Пройдемте по Наконаге. Ну что, ребят, именно в этом месте будет насыпной остров. Уже приготовили жесткие инвестиции. И вот именно здесь, напротив пляжа Маяк, будет маленький Дубай, где богатые люди смогут себе позволить тупить на искусственном, на сутном острове себе нележность. Тот самый случай, когда температура воды гораздо теплее, чем температура воздуха. Соответственно, температура воздуха 11 градусов, а вода 13 градусов. Все равно, вроде бы сначала было жалко, жалко аквапарк Маяк, потому что первый аквапарк, который я посетил в своей жизни, именно был в Сочи, именно аквапарк Маяк. А сейчас, думаю, нет. Такая красота, я думаю, аквапарки нужно делать в тех местах, где действительно нечего показать. А здесь такая красота, и аквапарк, наверное, был действительно лишний. Потому что в Сочи очень много аквапарков, и, в принципе, как красиво, да, ребят? Обалдеть. Я думаю, что, наверное, пляж, пляж, пляж должен быть в центре Сочи. Кинозал фестивальный. Соответственно, здесь я пару раз был. Здесь проходит КВН, здесь проходит выступление артистов. Те же самые сюда приезжают и Павел Голик, и Майзяки, и, в общем, все, кому не лень. Поэтому фестивально это тоже, наверное, то самое интересное место, которое нужно посетить, если вдруг вы оказались в Сочи. Сто процентов нужно посетить. Еще одно интересное место, которое я рекомендую посетить, это, конечно же, напротив морского вокзала. Здесь есть небольшой парк. И действительно, здесь круто. Здесь хорошая погода получается. Просто обалденные фотографии. Здесь очень много всевозможной зелени. И тут действительно можно разгуляться. В целом, парков в самом центральном Сочи очень-очень много. Все зависит от вашего желания. Есть также фонтанчик, и все. Поэтому добро пожаловать. Кстати, каждый раз что-то здесь появляется. Вот это, кстати, не было, в этой конструкции. Она недавно появилась. Ну и вот одни топовые жилые комплексы. Это жилой комплекс, который называется Красная площадь. От 700 тысяч рублей за квадратный метр идет. Ну и, в общем, как бы так. Ну, все у нас наивно думают, что вот в этом месте, чтобы каждый день гулять, можно купить дешевле. Нет, ребят, дешевле здесь не получится. Это хорошее, крутое место, которое пользуется спросом как у туристов, так и у местных жителей. Все-таки я сниму. Но все равно красиво, согласитесь, да? Столько видов пальмы, да? Нигде в мире не видел. И такие пальмы, и сякие, и вот какие-то кактусы перевернутые. Чего только нет. И все это было бы все очень просто. Вот это место, Бестужев бар. Такое злачное место. Здесь, в общем, можно на попу найти себе приключения. Поэтому, если бы кто хочет там жестко загулять, вам Бестужев. Я там не был ни разу, потому что я уже старый для этих посиделок. Но наши все девочки, каждая вторая здесь бывает. Ну и бывает, каждый третий выносит здесь. Ну, в общем, жестко, жестко. Бестужев бар. Если вы злой тусовщик, вам всегда сделают. Я круг почета. Ну и, наверное, ночью здесь действительно круто. До ночи нет времени тусоваться, поэтому идем потихонечку назад. В тот случай, когда многие говорят, мы хотим вот в этой локации каждый день гулять, покупать. Ну, ребят, я, например, мне отсюда до острова мечты идти 15 минут. Но я все равно приезжаю на машине, ставлю автомобиль на парковку и спокойно гуляю. Вот именно по ровной поверхности. И наблюдаю всю эту красоту. То же самое примерно будет происходить и у вас. Потому что вот именно здесь, на этой улице, либо это у нас будут совсем старые страшные дома, я себе смотрел, это улица Новогинская, 12. Либо же совсем все дорого и неподъемно. Ну, действительно дорого. Например, квартира в Красной площади обходится, более-менее нормальная квартира обходится примерно в 100 миллионов рублей. 100 миллионов рублей для многих россиян это просто неподъемная сумма. Ну, и опять же, все равно даже с Красной площади сюда идти будет, мягко говоря, некомфортно. Поэтому, поэтому, как делать умные люди? Берут спокойно, например, там, хоть на Донской покупают квартиру, хоть на Мамайке. Приехали сюда, погуляли и все. Если вы думаете, что вы каждый день будете гулять, вы ошибаетесь. Не будете вы каждый день гулять. Просто если каждый день гулять, то не получится зарабатывать деньги, понимаете? А в Сочи гулять без денег это извращение. Подводя итог, в Сочи сейчас вливает 80 миллиардов рублей. 80 миллиардов, ребята. И надеяться, что цена будет ниже на недвижимость, либо еще что-нибудь, это глупо. Что вы понимали, это будет самая большая сумма вливания за последние 10 лет. И учитывая, что это все-таки вливают частные инвесторы, а не те самые, не будут говорить кто, то каждый рубль будет освоен пополно, потому что инвесторы, они контролируют каждый потраченный рубль. И, конечно, Сочи станет еще лучше, Сочи станет еще круче. И, конечно, недвижимость также у нас поднимется. Поднимется, поднимется, поднимется в цене. Поэтому, если вдруг у кого-то мечта все-таки переехать в Сочи, нужно сказать, те варианты, которые вам подходят, брать здесь и сейчас. Потому что, если бы я 5 лет назад не воспользовался шансом переехать в Сочи, я бы никогда в жизни не смог переехать. Потому что при всем том, что везде в России у нас цена упала на все, то в Сочи на все поднялось. Красота. Красота, красота, красота. И все, расскажу, что я вам покажу главную елку. Ночь, наверное, дождемся. Хотя я сейчас думал, немножко пообедаю. Хотя какой обед? Время уже ужинать. И пойдем с вами дальше. Вот эта мне композиция очень нравится, ребят. Прям мечтаю научиться играть на гитаре. Очень крутая композиция. Мне нравится. Кстати, здесь можно приборгать автомобиль. Платная парковка. Парковочных мест всегда хватает. И спокойно можете гулять. На этом прогулка наша заканчивается. Пока. Спасибо.